Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Для библейского портала Экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина, шестую книгу Библии, главный персонаж которой Иисус Новин, преемник Моисея, вождь и предводитель израильского народа. Мы дошли с вами до 11 главы и ее сейчас прочтем. В предыдущей, 10 главе, речь шла о поражении Иисуса Новина и его войск, поражении коалиционного союза царей во главе с Иерусалимским царем Адуни Цедеком, то есть поражение центральной части святой земли, земли хананской. А во второй половине, 10 главы, речь шла о поражении южных городов государств, южного ханаана, а вот в 11 главе Иисус Новин и его войска отправляются на север, чтобы и там поразить северных уже царей и таким образом завоевать всю хананскую землю. В 11 главе описываются последние завоевательные походы Иисуса Новина. «Услышав сие, то есть услышав, что поражены вот эти многие цари, о которых шла речь в предыдущей главе, Иовин, царь Осорский, послал к Иоаву, царю Мадонскому, и к царю Шемронскому, и к царю Ахсавскому». Осор — это крупный город, раскопанный в 20-х годах прошлого 20-го века, и город этот был очень укрепленным и большим. И вот царя этого города, правителя, звали Иовин. Он тоже, видимо, испугался, как когда-то испугался царь Иерусалимский, и тоже пытается собрать какую-то коалицию против Израиля. И к другим царям, второй стих, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны, Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафовдоре к западу. Хиннароф — это Кинерет, это Генесарецкое озеро или Галилейское море. Здесь называется Хиннароф, то есть Кинерет. Так называется и на современном иврите. Это озеро или море, как считали израильтяне, называется оно Кинерет. Генесарецкое. К Хананеям, которые жили к востоку и к морю, и Камореям, и Хитеям, и Ферезеям, и Каевусеям, жившим на горе, и Кевеям, жившим подли Ермона в земле Массифи. Вот перечисляются эти хананейские народы. И из них пытается царь Асора, выступающий здесь во главе этой коалиции, сколотить вот эту вот самую коалицию антиизраильскую. И что дальше в 4 стихе происходит? «И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц весьма много». Здесь такая гипербола сравнения количества народа с количеством песчинок на берегу моря. Навряд ли было столько же песчинок. Здесь употреблен прием, часто встречающийся в Библии, гиперболизация, прием гиперболы. «И собрались все царисии и пришли, расположились с Таном, вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем». Что это за воды Миромские? Когда-то на север от Кинерета, от Галилейского моря, было небольшое озерцо. Называлось оно Миром или Миромские воды. Сегодня, в настоящее время, оно все разобрано на полив, на ирригационную систему. И фактически там такая низинка небольшая, довольно влажная, но все воды уходят на орошение полей, садов и огородов. И никаких Миромских вод в настоящее время на географических картах современного Израиля мы уже не найдем. Но Господь сказал Иисусу, не бойся их. Опять говорит, не бойся. Уже не раз звучало это, не бойся. Господь вновь ободряет своего верного раба, предводителя израильской армии Иисуса Навина. Не бойся, ибо завтра, около сего времени, я предам всех на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, а колесницы их сожги огнем. Почему, казалось бы, если Иисус Навин победит, захватит огромную военную добычу, колесницы, кони, то есть главные ударные военные силы окажутся его военным трофеем, почему он должен уничтожить это вооружение, коней и колесницы? Видимо, потому, что этим дается знать Израилю. Господь учит Израиля полагаться не на армию. Армии хананейские были гораздо лучше вооружены, чем израильтяне. Израильтяне, перешедшие через Иордан и вступившие в хананскую землю, не имели большого военного опыта, были плохо вооружены. Вся их сила и вся их надежда была в Господе. И вот дальше, и в дальнейшей своей истории, израильтяне будут часто вести различные войны. Долго, веками эти войны с окрестными народами будут продолжаться. Израиль должен рассчитывать прежде всего не на свои военные силы, и не на огромные полчища и вооружения, а на Господа. И поэтому, поскольку израильтяне не силой оружия завоевывают ханан, а силой Божией, божественной помощью, божественным вмешательством в историю, в свою историю, то поэтому они и не должны захватывать эти военные трофеи. Не они их захватили, а сам Господь. И Господь требует их уничтожить. Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам миромским и напали на них. Вновь вот этот вот эффект внезапности здесь присутствует, как и в случае с коалицией царей в 10 главе, о которой мы читали в предыдущей нашей встрече. И вот здесь тоже эта внезапность. Внезапно нападают израильтяне на союз вот этих вот северных уже городов израильских. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Мисрефов Маима в долине Митсфы к востоку, и перебили их, так что никто из них, никого из них не осталось, кто уцелел бы. Сидон, цейдон, это нынешняя сайда на юге Ливана. Всем нам известно выражение пределы Тирские и Сидонские. На берегу моря расположен крупный финикийский город. И вот аж до этого города преследовали почти через всю хананскую землю, убегавших от них отвод миромских солдат вражеской армии. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницей их сожег огнем. Не нужны нам, сказали Иисус и израильтяне, эти военные трофеи. Они нам достались не силой оружия, а силой Божьей. В то же время, возвратившись, Иисус взял этот Ассор, крупный город, раскопанный в XX веке, большой, крупный военный политический центр. И царя его, царя Ассорского, Иовина, которым шла речь в первом стихе, убил мечом. Далее в скобках мы читаем, Ассор же прежде был главой всех царств всех. То есть это был такой региональный лидер среди этих городов-государств. И другие цари, из которых царь Ассорский сколотил антиизраильскую коалицию, они, видимо, находились в ассальной зависимости по отношению к Ассору. И что же дальше делает Иисус Новин с населением Ассора? Делает то же, что делал с населением других городов, о чем мы читали в 10 главе. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, и Ассор сожег он огнем. Военные традиции того времени. Традиции священной войны. Войны, итогом которой должен был стать хером, заклятием. Посвящение Богу всего живого и самого города, даже его стен, которые тоже были сожжены. И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора. Сжег Иисус. И всю добычу городов сих и скот разграбили сына Израилева себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Если с Ассором поступили радикальный был хером, полностью уничтожили людей скот и даже сам город, то с другими городами, подчиненными Ассору, поступили несколько иначе. Не было тотального херома, а скот все-таки взяли в качестве военной добычи. Так поступал Иисус не потому, что ему вздумалось, а потому, что так Господь повелел когда-то Моисею. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Читаем в 15 стихе. Не отступил ни одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Моисей и при жизни своей был верным рабом Господним и служителем Моисея, как мы читаем. Так и после смерти Моисея, уже когда сам стал во главе израильского народа, он продолжал быть верным рабом Господним. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места. Перечисляются все регионы хананские. От горы Халак, простирающийся к Сеиру, давал гада в долине Ливанской, подле горы Хермон, и всех царей их взял, поразил их и убил. Хермон – самая высокая вершина, Ермон синодального перевода, самая высокая вершина Ливанской горной гряды. Высота горы Хермон достигает почти двух тысяч метров. И на протяжении долгого периода года, многих месяцев, вершина Хермона покрыта снегом. Вот здесь упоминается Ливан. Долина Ливанская, видимо, имеется в виду долина Бекаа. Долина, расположенная между двумя грядами гор – Ливана и Анти-Ливана. Чрезвычайная плодородная долина. Следует заметить, что Ливан, всякий раз, когда мы встречаемся в Библии с этим топонимом, с этим географическим названием, под этим названием следует понимать не страну Ливан, такой страны не было до середины XX века, а Ливанские горы. Ливан – так чаще всего обозначаются Ливанские горы. Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Если цари южных городов-государств были побеждены одним военным маршем, одним броском, одна была единственная военная кампания, то здесь говорится, что с северными царями Иисус долго вел войны. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. История с гаванитянами, жителями Гаваона, племенем Евеев, описана была в девятой главе книги Иисуса Новина, они хитростью вступили с Израилем в союз вассальный. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Их судьба была предопределена. Вот зададимся вопросом, дорогие друзья, что движет человеческой историей? Предопределение Божие или же свобода человеческого выбора? Долгий богословский этот спор, длившийся на протяжении веков, казалось бы, неразрешимый. В Библии решается очень просто. Ну, нужно просто перейти на логику библейскую и осмыслить и понять, что эти две вещи, божественное предопределение и человеческая свобода выбора, они не противоречат друг другу. Они, между ними нет антиномии, они всегда шествуют вместе. И свобода выбора не отвергает божественного предопределения, а божественное предопределение не отвергает свободы выбора человека. И то и другое присутствуют одновременно в одном и том же событии, как здесь, так и во всех других событиях. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе в Хевроне, в Давире, Анании, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал Иисус заклятию. Очищается дальше хананская земля, в том числе иудейские горы, от живущих на них хананеев. Таков суд Божий, такого божественного определения. А Иисусу Новину нужно лишь исполнить эту волю, подчинить свою волю воле Божьей. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Эти великаны, жившие, когда-то населявшие землю, часто упоминаются под именем Рифаимов. Иногда их называют замзумимами. Из них, например, происходил вот этот самый житель Гефа, который здесь упомянут. Точнее, это название города звучит как Гат. Гат – это один из филистимских городов. Оттуда происходил, например, такой великан известный, как Голиат. Голиаф библейский. С которым сразился Давид и победил его. О чем читаем в Первой книге Царства. Завершается 11 глава такими словами. Итог подводит священный писатель. Цитирую. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны. Какая земля здесь имеется в виду? Земля ханаанская. Но она уже не называется здесь ханааном. Здесь просто говорится «хаарец». Позднее, по имени народа, который ее будет населять, эта земля будет называться землей Израиля, Эрец Исраэль. Земля эта станет святой, потому что очистится от идолопоклонства на некоторое время. И будет в ней торжество божественной правды, божественного закона. Так заканчивается описание захвата хананейской земли войсками Иисуса Новина. Я бы хотел процитировать автора V века, ученика Блаженного Августина, у которого было прозвище Квот Вульд Деус, который комментировал книгу Иисуса Новина. Он, оценивая и анализируя события захвата хананейской земли, он в частности пишет. «Иисус, сын Новин, наносит поражение хананеям, хиттеям, ферезеям и всем прочим народам, чью землю Господь дал в наследие своему народу. Так и наш Господь Иисус побеждает идолопоклонство, гордыню, зависть, роскошество и все прочие пороки для того, чтобы приготовить своим себя самого, как вечное наследие». Мы помним, что в святоотеческой традиции, в патриистической экзегезе, святая земля часто выступает прообразом небесного Отечества, в который мы все стремимся. И нам нужно этого небесного Отечества достигнуть. А Иисус Новин является прообразом Господа нашего Иисуса Христа. И вот только лишь будучи предводительствуемым Иисусом Новином, мы можем рассчитывать на победу, на вступление в эту землю и на то, чтобы в этой святой благословенной земле, уже не в земле ханаана, а в земле Царства Божия, остаться навсегда. Книга Иисуса Новина продолжается. На следующем занятии мы продолжим ее чтение. Запись сделается для библейского портала exeged.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok